Итак, как пережить утрату? Ваша душа как раз таки всё понимает. Ваша душа связана с вечностью. А вот ум бунтует. Именно ум никак не хочет понять, что в этот момент вы приобретаете. Потому что в моей картине мира всё приобретаю. Всегда приобретаю, во всём приобретаю, со всеми приобретаю, только приобретаю. И утрат в моей картине мира не существует. Поэтому пока вы верите, что это утрата, потому что, скорее всего, у вас там глубоко боль по поводу чего, что это утрата. Я утратила, я потеряла. А мы не хотим терять. Мы хотим только приобретать. Поэтому задайте себе вопрос. А что я приобрела в результате того, что он ушёл? В другую реальность. Во-первых, имеете ли вы право на его решение? А кто вы такая, чтобы ему говорить, что он может, а что он не может? Кто вы такая, чтобы спорить с его волей? Кто вы такая, чтобы решать или не решать, жить ему или не жить? То есть, в первую очередь, это принять, что у него есть право жить своей жизнью. У него есть право выбрать жить так, как он хочет. У него есть право пойти туда, куда он хочет. Это его право. Всё. Точка. Поэтому там, где заканчиваются ваши права, начинаются его права. Почему мы бунтуем, когда кто-то уходит? Потому что нам кажется, что это неправильно, что он ушёл. Это неправильно. Он не имел права уйти. И так далее. Поэтому тут надо бы проработать. Конечно же, совет давать мало, потому что вы поверьте мне, что интернет кишит советами. Их тысячи этих советов. Бери, не хочу, называется. Поэтому идеально всё-таки, что вы пришли на терапевтическую сессию. Мы за один сеанс вас избавим от этой эмоциональной боли. Потому что вы сейчас претерпеваете эту эмоциональную боль. И она разделяет вас на два, может быть, на три, на четыре части. То есть в эмоциональной боли люди делятся на субличности. И начинается вот этот там скулёж внутренний. На это уходит много энергии. Поэтому вы не можете вернуть себя к целостности.